Бизнес-план не сработал. 30 финансистов уходят из корпораций. Почти треть финансистов уходит с работы из-за нестабильного положения компаний, следует из исследования АК и Headhunter, с которым ознакомились известия. В то же время 33% ныне работающих респондентов отметили, что находятся в поиске новой работы по причине сокращения или слухов о банкротстве работодателя. Зачастую на решение об увольнении специалистов также влияют недовольство зарплаты и отсутствие карьерного роста. В Минтруде уверены, рынок стабилен. Эксперты считают, что подобная тенденция вызвана экономической ситуацией в стране, а также снижением для соискателей привлекательности финансового сектора. Блески нищета, почему миленялы живут беднее своих родителей прогноз для поколения. З. Еще более безрадостен в поисках места под солнцем. Нестабильное положение компаний стало основной причиной ухода с работы для 27% финансистов, следует из результатов опроса представителей финансовой сферы, проведенного Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров. АК совместно с Headhunter известия ознакомились с документом. Также на увольнение влияют неудовлетворенность специалистов зарплатой и несоблюдение работодателям норм Трудового кодекса, отмечают авторы исследования. В нем приняли участие порядка 800 респондентов из России и Казахстана, представляющих финансовые, финансы и бухгалтерия, и банковские, банки, инвестиции, лизинг, секторы. Опрос респондентов проводился впервые в период с июля по сентябрь этого года. О том, что находится в поисках новой работы из-за сокращения или слухов о банкротстве работодателя, заявили 33% опрошенных, из работающих ныне. Низкая зарплата и отсутствие карьерного роста также стали причиной рассмотреть другие вакансии для 43 и 34% финансистов соответственно. Авторы исследования отметили, специалисты покидают компании скорее из-за внешних причин, в то время как на рынке труда в целом первостепенная проблема неудовлетворенность специалистов уровнем заработка. Кодекс. Фото. Известие. Александр Казаков. Между тем, несмотря на вышеперечисленные сложности, 64% трудящихся финансистов указали, что работа для них важна в настоящее время. Среди незанятых таковых 77%. Ранее со ссылкой на данные Ростата СМИ сообщали, что по итогам Ай квартала нынешнего года среди безработных с опытом работы, 76% от общего числа, 16,1% уволились по причине сокращения штата, ликвидации предприятия или своего дела. По собственному желанию компанию покинули 26,6% из опрошенных, 6% из них в связи с окончанием срока действия трудового договора. Диапазон здесь от пятерки до двойки замглавы казначейства. О зачете по финансовой грамотности для чиновников и двойных проверках в пресс-службе Минтруда СМИ сообщили, что в настоящее время рынок труда находится в стабильном положении. На 1 октября численность безработных граждан составила 662,2 тысячи человек. Это на 31 тысячу меньше, чем 1 января 2019 года. Новые тренды на причины увольнения вместе с экономической ситуацией может влиять снижение привлекательности сектора, вызванное внедрением технологий и нестабильностью ситуации в стране, считают опрошенные известиями эксперты. На рынке труда отмечается рост предложений в финансовом секторе, а в банковском снижение, рассказала известиям руководитель службы исследований компании Headhunter Мария Игнатова. За первые 8 месяцев этого года количество вакансий в первой сфере выросло на 10%. Там отмечается умеренный уровень конкуренции 6 человек на 1 вакансию. Однако сохраняется относительно низкий уровень зарплат, 39 тысяч против средней рыночной ставки в 44 тысячах, отметила она. В то же время в банковском секторе наблюдается снижение количества вакансий на 15%. Несмотря на высокую конкуренцию за персонал со стороны работодателя, активность соискателей слабая 3 резюме на 1 вакансию. Заработная плата в сфере конкурентной соответствует средней по рынку, подчеркнула эксперт. Банк. Фото, известие, Александр Казаков. Снижение привлекательности банковского сектора связано с активной роботизацией бизнес-процессов в кредитных организациях, внедрением технологий искусственного интеллекта и сокращением филиалов в связи с переходом на дистанционное обслуживание клиентов, считает Мария Игнатова. Также на сокращение привлекательности влияет нестабильность в банковском секторе, в том числе риски отзыва лицензий, добавила она. Больше 20 миллионов россиян могут потерять работу из-за автоматизации. Большинство проблем на российском рынке труда связаны со слабым формированием и развитием деловой культуры, включая корпоративную ответственность, уверена профессор Райн Хиггс Елена Яхантова. Она отметила, что в первую очередь важна добропорядочность со стороны работодателя в виде соблюдения всех условий и договоренностей, а также соответствия его требования реалиям рынка. В свою очередь, работник должен обеспечить компетентность, профессионализм и дисциплинированность, уверена эксперт. По словам главы АК в России веры стародубцевой, в современных реалиях, чтобы удержать высококвалифицированного специалиста, начальник должен создать максимально комфортные условия труда, даже порой идти на уступки. Тогда как соискатель для работы мечты должен постоянно повышать свою квалификацию и стараться осваивать новые смежные навыки, особенно касающиеся цифровизации. По мнению Елены Яхантовой, от банкротств, слияний и поглощений специалисты различных финансовых организаций страдают больше всего. Но в этом процессе есть и плюсы, отметила эксперт, так как происходит очищение отрасли от слабых игроков.